Здравствуйте, дорогие зрители! Это видео будет посвящено заданию легенд Сайна. Ну, первой её части, или сколько там частей всё будет, мы сейчас об этом всё узнаем. Как же быть? Эх, вот бы был бы сейчас здесь уважаемый Сайна. Простите, что случилось? О, большое спасибо за заботу. К сожалению, я не знаю, кто вы. Мы те, кто знаком с твоим, так называемым, уважаемым Сайна. Так вы его друзья? Ох, это дело никакой не секрет, раз вам интересно, я, конечно, всё расскажу. Меня зовут Набил, я Матра из Академии. Наше внимание привлекло дело о незаконной торговле капсулами знаний, вот только людей у нас не хватает. В Академии не хватает Матр? Важнее всего то, что даже сам генерал Махаматр куда-то подевался, а тут такое серьёзное преступление. Одним нам расследование провести будет сложно. Матры пришли к решению, что поскольку это дело в Катарабанде, получило такой большой резонанс, мы, помимо наших сотрудников, привлечём к поиску улик и других специалистов. Если у вас есть время, поможете? Ладно уж, ты так мило просишь, конечно же мы поможем. Какая на данный момент есть информация? На днях рынок вдруг заполонило множество капсул знаний из неизвестного происхождения. Мы предполагаем, что для их распространения используется тайный канал контрабанды. Согласно некоторым исследованиям, использование капсул знаний в неограниченных количествах может повлечь за собой непоправимый вред, а люди даже не подозревают, что играют с огнём. Кроме того, говорят, что на рынок просочился крайне опасный капсул знаний. Даже если это кажется неправдой, нам всё равно нужно непременно отыскать канал контрабанды. На основе найденных улик мы обнаружили, что некоторые люди занимаются продажей капсул знаний за пределами города Сумеру. Прошу вас, отправляйтесь туда и проверьте положение дел. Хорошо, мы сейчас же отправимся. Ааа, утопия. Точнее, утопия, утопая в песках, извините. Так, нам нужно, видимо, сюда, да? Ну, полетели, если это не шутка. Поищите улики за городом. Да ладно, два Сайна, два Сайна. Ох, какая дилемма. Сайна! Это что, правда ты? Как ты тут оказался? Так, это вы. То-то я почувствовал нечто знакомое. Я занимаюсь расследованием, так что давайте поговорим позже. А, и ты тоже, Сайна. Недавно были зафиксированы случаи незаконной торговли капсулами знаний. Стоящие за этими личностями действуют хитро и представляют опасность для общества. Как только я услышал эти новости, мигом примечался сюда. Какое совпадение. Мы как раз этим делом и занимаемся. Ситуация может оказаться сложнее, чем вы предполагаете. Я уже привлек некоторых причастных к ответственности, однако полученной от них информации недостаточно. Не буду вдаваться в подробности. В общем, я выделил секретную точку. Выведал. Секретную точку. Сбыток капсул знаний. Если вам интересно, то идем туда вместе. О, что-то поймать совсем запутался в этих словечках. Но с появлением Сайна как-то даже поспокойнее стало. О, держитесь, негодяи, мы уже идем вперед-перед. Так, вместе с Сайной арестуйте подозреваемых. Куда они ушли? Прямо здесь где-то недалеко даже? Ого. Опс, у меня будет конец. Ой, ё-моё. Тут реально подозреваемые. И это что, весь ассортимент? В прошлый раз как-то побогаче был. А зачем тебе гора целая? Брать-то будешь? В последнее время Академия на нас зуб торчит только так. Вот и взять побольше не получается. Коли, что ты заинтересовала, бери скорее. Вдруг это вообще последняя партия. Ох, эта Академия уже у всех в печенках сидит. Хорошо, возьму и эти. Сейчас еще посмотрю. Как-то не кажется мне, что в этот раз мы выпринесли что-то ценное. Наверняка тут какие-нибудь самые обычные знания. Ладно, сколько я должен? А, с тебя 150 тысяч в моро, Диги Прет. Я быстро положил Муру обратно, руки вверх. Это же Сайна! Когда же он уже исчезнет? Эй, забудь про товар, мы разбегаемся и мы быстрее. Муру не забудь. А, что ты делаешь-то? А, не так быстро, никуда вы от Паймон не убежите. Чего? Так, что это за дела? Разве... Ты мне говорил, что Сайна действует в одиночку? Ай, плохо дело без Раки, не разойдемся. Есть идеи? Давай сдадимся, еще с жизнью мне не хватало рисковать ради какой-то горстки моро. Вот бы все так послушно в наши руки шли. Такие же, как и те, кого я поймал до этого. Но я всего лишь сбытчики, которые практически не вовлечены во всю систему. К вам у меня лишь один вопрос, откуда вы взяли эти капсулы знаний. У нас нет какой-то конкретной точки передачи. Начальник просто держит с нами одностороннюю связь. И каждые пять дней отправляет группу людей с новой партией товара. А, время прибытия следующей поставки? Понятия не имея. Ой-ой. Мы правда не знаем, новая партия должна была прийти уже как три дня назад, но мы до сих пор ничего не видели. Эти же капсулы знаний вы получили аж восемь дней назад, поэтому их не осталось так мало. Так мы ничего не добьемся, а? Я знаю, почему три дня назад до них не дошел товар. Я ведь тогда и начал расследовать это дело. Думаю, их начальство наверняка прознало, вот и оборвало с ними все связи. В ходе вашей неудачной попытки сбежать, ты сказал, что я якобы действую в одиночку. Откуда такая информация? Да, твое имя стало нам известно еще в самый первый день, как мы занялись бизнесом. Начальство предоставило нам некоторые сведения о тебе, чтобы мы были осторожнее. И в итоге все равно попались. Эх, хотя у нас не было шансов. Ну вот, как вы видите, преступники все обо мне выведали и даже успели затаиться. В нашем распоряжении только мелкие сошки вроде этих. Сколько ни лови, расследование с места не сдвинется. Вот бы, помимо этого, существовал еще один канал контр-банды. Допустим, какой-нибудь крупный торговец, поставляющий на рынок капсулу знаний. А, ты имеешь в виду Дол, Наринари? Ох, у вас уже есть подозреваемый? Я пойду с вами. Помогу привлечь его к ответственности. А, ответственности? Ё-моё, мои глаза просто расширились до вселенной. Если этот человек представляет опасность для общества, я не стану закрывать на это глаза. Нельзя, чтобы Сайна увидел Дори. Да, мы ошиблись. Вот как? Тогда я сперва разберусь с этими двумя, а потом продолжу искать информацию. Если узнаете какие-нибудь новости, ищите меня возле Карван-дебата. А что касается тебя, больше никогда не покупай капсулу знаний. Если же какие-то из них еще остались у тебя, живо передай их мне. Ладно. Так как-то он спокойно отвечает. Ладно уж, вечно нос свой поганый везде сую. Эй, а ну повтори... А что, я не прав, что ли? Торговля капсулу знаний происходила с соглашением обеих сторон. А тут пришли вы и нагло влезли в наши дела. Почему Академия вообще прячет такие полезные вещи? Что все себе да себе-то, а людям-то не них. Ну, в общем-то да, ты прав. Академия уже объявляла, что капсулы знаний опасны в неумелых руках. Ненавижу повторять одно и то же, да и ты слушать не будешь. Надеюсь, ты хотя бы понимаешь, что твои действия только развязывают руки контрабандистам. Еще раз это повторится. И я лично прослежу за тем, чтобы тебя наказали по всей строгости. Макси Плей, Паймон, мне пора. Хм... Ха, что? Думал, напугаешь меня? Ах, Макси Плей, давай пойдем к Доре и обо всем расспросим. У нее ведь так много связей, наверняка она что-нибудь знает. Насколько Паймон помнит, она должна быть в Алькасар-сарай вперед. Я даже не знаю, где это находится. Ну, нам подскажут. Нам подскажут, я сказал. А, да, Алькасар... О, нифига себе, я не знал, что это название такое у них. Ну, что ж, поделаешь. Эх, а вон она, дорогая, стоит, смотрите-ка. Прямо отсюда даже видно ее розовые волосы. Вы рассказываете Доре о том, как повстречали Сайна. Ох, и как же такое могло произойти. Спасибо, что не предподставили меня. А то бы мне сейчас пришлось бы сломить голову и убираться отсюда, подобру нас поздорова. Ты знаешь, что торгуют капсулами знания? Да я не знаю, в последнее время я перестала иметь с ними дело. Постой, что значит перестала? Да, теперь эти капсулы, ну прямо на каждом шагу денег на них не поднимешь. К тому же эти контрабандисты захватили почти весь рынок, а привычки навариться на чужом бизнесе у меня нет. Зарабатывать я привыкла по-крупному. Да еще и копать под торгующих в последнее время стало и с еще большим упорством. Вот я завязал с этим. Да, на просто мы пришли. Да, вот и нет. Кто за всем этим стоит, я конечно не знаю, но за то, что вы сохраните мой секрет, я поделюсь с вами известной мне информацией. Эти контрабандисты в последнее время переходят всякие границы, я только и жду, чтобы их бизнес поскорее увял, чтобы самой, наконец, то есть, чтобы торговля, торговая отрасль, регулировалась строго по закону. О, да, конечно, на первом месте для тебя выгода, конечно же. Неужели торговля капсулами знаний и правда тебе, для тебя такая прибыльная? О, да, ты совсем ее недооцениваешь. Только представь, любые знания у тебя прямо на ладони и даже время на обучение тратить не нужно. Неудивительно, что цены на этот товар такие высокие? Конечно, далеко не всем эти капсулы нужны, но в огромном сумме спрос все равно очень высокий, а вот затраты довольно низкие, максимум потрачишься на перевозку, все равно это крайне прибыльное дело. Почему же тогда Академия запрещает их продажу? Ха-ха-ха-ха. Возможно, овладеть сложными знаниями и стать ученым, по-желчку пальцев звучит как что-то нереальное. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке, не правда ли? Нужно учиться, проводить сложные анализы, практиковаться. Получение знаний всегда было очень трудоемким процессом. Вот я, например, прежде чем продать что-то, мне нужно столько приготовлений сделать. Но с капсулами знаний ты можешь просто перескочить все промежуточные этапы и сразу же получить готовые знания, что подводит нас, по крайней мере, к двум проблемам. Во-первых, содержание капсулы воспринимается как неоспоримая истина, которую там уже не удастся забыть. А это значит, что даже самые маленькие ошибки не поддаются в корректировке. Во-вторых, при постоянном использовании капсул наблюдается деградация мыслительных способностей. Со временем мозг превращается в некое подобие библиотеки знаний, способные только хранить их. О, это слишком опасно. Я помню, что Макси Плей тоже использовала капсулу знаний. Признавайся, как ты себя чувствуешь? Да, сносно. Конечно, в малых количествах капсулы знаний опасности не представляют, поэтому я и продавала их раньше. Это похоже на действие лекарства. Оно лечит, но при чрезмерном употреблении наносит бред организму. Главная доза... Ладно, мы отошли от темы. Короче говоря, есть бессовестные негодяи, которые продают капсулу знаний по бросовым ценам. И дни, и ни к чему хорошему это не приведет. Что еще хуже, если вы сосредоточите внимание только на тех капсулах знаний, что попадают на рынок, вы угодите в ловушку. Насколько я знаю, их настоящая цель — передавать с помощью капсул знаний информацию, связанную с адом упокоения, крупнейший бизнес столетия. Чертог упокоения? Что это? Поле Гензи, чертог упокоения — это древняя руина. Время царя Дышрет, если отыскать находящиеся внутри сокровища, можно познать смысл жизни и смерти. Однако Академия запретила заниматься его исследованием на официальном уровне. Говорят, что сейчас в пустыне проходит аукцион, на котором разыгрывают редчайшие капсулы знаний. В некоторых из них и содержится информация о чертоге упокоения. Когда я услышал эти новости, я сразу подумал, что если эти совместно продающиеся капсулы всего лишь трюк для отвода глаз, стоящие за всем этим люди интересуют именно чертог упокоения. Зачем устраивать аукцион? Исследовать чертог упокоения очень сложно. Для этого нужны знания из самых разных областей. Чтобы по-быстрому собрать исследовательскую группу, легче всего использовать капсулу знаний. Аукцион проводится по большей части для того, чтобы привлечь к участию заинтересованных и способных исследователей. Да и кто же может гарантировать, что в конце концов чертог упокоения будет найден? С помощью аукциона делают рекламу капсулам знаний, связанным с чертогом упокоения. При этом зарабатывается немало море, чем не выгоднее для всех бизнес. Ааа, ну если так, не стоит ли нам посетить этот аукцион в пустыне, может быть, там нам удастся найти зацепку? Верно, что-то я совсем заболтал, и самое время представить дорогим покупателям наши особые дорожные сумки из лимитированной коллекции. А в дополнение к ним по акции идет карта с местным проведением аукциона. Да, да, я так и знала. Я уже говорил, что перед продажей мне нужно провести кое-какие приготовления, да? Так вот, дайте-ка я поразмыслю на цену этого товара. Ааа, пятьсот тысяч море за сумочку, а выгодная сделка получится. А для малышки поймать сумка с пятидесяти процентной скидкой, всего за двести пятьдесят тысяч. Ё-моё, да ты сумасшедшая! Да не волнуйтесь, дело в контрабанде расследованию Сайна, не так ли? Я счет ему как раз выставлю. Все, что вам нужно сделать по окончанию расследования, отправить его в торговую гильдию, чтобы он оплатил счета. Ой, только не приводите его напрямиком ко мне, а то он поймет, что это все я. Бывший генерал Махаматра уж точно не посмеет отказаться оплачивать счет, а Мора, ах, сверкающие монеточки так и манят. Давай вернемся поскорее, она сумасшедшая какая-то. Я пойму, мне кажется, что еще одно слово, Дори, и мы точно уйдем без Мора в кармане. Да. Но. Так, карман ребят. Ух. Сайна, мы кое-что разузнали о настоящей цели контрабандистов, чертог успокоения. Они проводят аукцион в пустыне, где и продают капсулу знаний с информацией об этом месте. Чертог успокоения? По информатрии расспрашивавшись не буду, но верить его словам можно? Источник довольно надежный. Говорят, что в чертоге упокоения остались сокровища еще со времен царя Дешрета, это правда? И да и нет, в те времена это место было построено одной религиозной сектой во время царя Дешрета. И держалась в секрете. Сокровище там и правда есть, но их количество не сравнится с подстерегающими на каждом шагу опасностями. Судя по прошлым исследовательским материалам, чтобы попасть в чертог упокоения, нужно заплатить собственной жизнью. Это вовсе не обычные руины, не зря же и Академия строго-настрого запретила проводить подобные исследования. Вполне возможно, что преступники используют капсулу знаний для придачи данных, исследования и привлечения к нему новых участников. Как бы то ни было, наша следующая цель пустыня. О, много ли людей изучают чертог успокоения? С годами их становится все меньше и меньше, однако такие еще есть, как в стенах Академии, так и среди простых людей. Все же ходят слухи, будто завладев закроющими чертог успокоения, можно познать жизнь и смерть, и даже воскрешать мертвых. Смерть – величайшее горе для доброй половины человечества. Пусть люди и осознают, что все эти слухи могут оказаться пустой ложью, они продолжают цепляться за свои фантазии, несмотря ни на что следует им. Именно поэтому исследования чертог успокоения до сих пор не прекратились. Кто знает, откуда конкретно берется информация в капсулах знаний. Вам известно, где проводится этот аукцион, конечно, да? Хорошо, отправимся туда, но сперва избавимся от тех, кто сидит у нас на хвосте. А, кто-то следит? Давайте выйдем из города, как только мы начнем двигаться, они сразу же покажутся. Не бойтесь, я разберусь с этим недоразумением. Ну, Сайна, можно положиться, конечно же, но мы-то уж точно сидеть, сложа руки. Так, 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 отлично. Так, а нам нужно куда-то телепортироваться, да? А, просто бежать, окей. Покиньте караван, ребар. Это вот эти, что ли? Ха-ха! Шутка. Стойте! Собирайтесь с пустынем, советую хорошенько все взвесить, прежде чем отправляться в путь. А вы-то кто такие? Не важно, кто мы, важно, мне велели вам передать, еще не поздно остановиться. Ты ведь, Сайна, о тебе ходит дурная слава, но в этом деле слишком много поставлено на карту. Если не оставишь эту затею, даже тебе не поздоровится. Ну, а вы, ребятишки, вы же не имеете к этому никакого отношения? Зачем? Навлекаете на себя беду? Мы пришли помочь, Сайна. Точно, мы не собираемся сидеть, сложа руки. Ах, вы хорошо подумали. Сайна на подвиги подтянула. Наш наниматель сказал, что готов пойти на уступки, если вы уберетесь во своей аси. Например, он сократит продажу капсул знаний, чтобы твоя проверка выглядела эффективно. Плюс ко мне, он поделился прибылью. Плюс ко всему. У тебя будут и мора, и слава. Не вижу причин для отказа. А я не вижу причин для согласия. Довольно болтовни, прочь с дороги. Так, не пойдет. Деньги заплачены. Работа должна быть сделана. Раз вы упорствуете, то пеняйте на себя. Да, да. Да, дорогие мои. О, фига себе. Мне даже Сайну дали, но у меня пачка поменялась. Алло, у меня был уже Сайну в пачке. Ай, ладно, чего же делать. Давайте настоящего Сайна увидим в зеле. Потому что мой был, конечно, до конца прокачан. Я начинаю немножко сомневаться. Ладно, давайте поможем ему. Сейчас он будет просто колоссальный. По идее. А, понимаю. А если так? Так, а какого он у нас? 90 уровня Фегасима моет 80-го. И он бьет, ну, как рассказать? Ну, не знаю, короче. Мне это что-то кажется, что он его прям не сильно... Ну, там все еще... Ладно, короче, посмотрим, посмотрим. Я его когда прокачаю, будем тестировать. А, проклятие, это ничего не меняет. Сайна, раз ты решил взяться за это дело, проблемы тебе не обеспечены. Смотри, как бы не пришлось сожалеть о содеянном. Ну, если их поколотили, уходим. И отпустили. Что? Догнать? Не нужно, если поймаем его, все равно ничего не выясним. К тому же, это может оказаться ловушкой. Простите, что втянул вас в эти неприятности. Скорее всего, вам это будет еще долго припоминать. Сейчас осторожность не помешает, даже спать нужно с открытыми глазами. Не-не-не, подождите-ка, спать нужно с закрытыми глазами. Едва ли. Нельзя терять обдительность, наемники очень мстительные. Ведь каждая неудача больно бьет по их репутации. Но ради спасения своего имени, они могут затаиться в любой момент и нанести внезапный удар. Тебе это знакомо, Сань? Знакомо. Такое не забывается. Однажды я вместе с напарниками выполнял задания, тогда у меня еще было маловато времени, опыта, и завершив дело, я ослабил бдительность. В итоге те, кто уцелел, напали на нас. Напарник меня прикрыл, мы с трудом уладили ситуацию. К сей пор я стал более осторожным, не теряя бдительности даже во сне. Вот так неожиданно, если что с твоими напарниками, Дэдсайна. Перелом запястья. На восстановление ушло два месяца, к счастью обошлось без осложнений. В прошлом году он по личной причине перешел на гражданскую службу и больше не вызывает, не выезжает на задание, как я. Его зовут Тадж Нраткани. Он очень уважаемый матер. Вы должны обязательно пообщаться с ним. В общем, мы ввязываемся в очень опасное дело. Я к такому уже привык, но не хочу, чтобы вы пострадали. Да не волнуйся, Паймон соберется с силами и получает опасность. Силм и почует опасность заранее. Вместе мы справимся. Да не волнуйтесь, это продлится недолго. Когда все закончится, я разберусь со скрытой опасностью. Да, подозрение по поводу контрабанды закончено. Цепочка интересов, ребят. Но это уже в следующей серии, ребят. Красная кнопочка под видео. Обязательно подписываемся, пишем комментарии, ставим лайк и нажимаем на колокольчик. И увидимся уже в следующей серии. Не забывайте смотреть видео до конца. Для меня это очень важно. Пока-пока.